Но я хотел рассказать еще про одну важную концептуальную вещь про NumPy, которую я сам некоторое время не сразу нормально понял. Сейчас понимаю лучше, чем когда-то. Давайте посмотрим, как устроена штука, которая называется бродкастинг. Бродкастинг это следующая вещь. Иногда понятно, что если у вас есть два объекта, скажем, два одномерных массива или двумерных массива, и вы с ними делаете какое-то, значит, какую-нибудь операцию бинарную, скажем, складываете их, да, понятно, что если эти два объекта устроены одинаково, у них одинаковый шейп, одинаковая форма, то тогда просто альтметическая операция происходит по элементам. Значит, элемент отсюда складывается элементом отсюда. Но иногда бывают более сложные ситуации, а именно, что происходит, если мы пытаемся сделать какую-то операцию с объектами разного шейпа. И дальше, на самом деле, есть два варианта. Первый вариант. Бывают ошибки в том случае, когда такая операция вообще не имеет никакого смысла. Ну вот, например, непонятно, что означает прибавить к массиву 1, 2, 3, массив 10, 20. И я получаю ошибку, и ошибка звучит так, что операнды, то есть вот те штуки, над которыми мы пытаемся провести операцию, could not be broadcast. Ну, как раз здесь это самое слово broadcast возникает. То есть это означает, что они не могут быть приведены к какому-то такому виду, чтобы операция с ними была бы осмысленной. Ну вот, давайте я приведу пример более осмысленной операции. Вот как вы думаете, что вот в этом случае произойдет? Значит, я к массиву 1, 2, 3 прибавляю массив, состоящий из единственного числа 10. Можно ли такую операцию осуществить? Есть ли какой-то осмысленный способ это сделать, как вы думаете? Ну, давайте попробуем. Как видите, к каждому элементу прибавилось число 10, и это в принципе осмысленно. Да, но если бы я просто сказал бы, что вот я хочу сделать вот так, то оно тоже прекрасным образом сработало бы. То есть мы можем прибавить к массиву одно число, и это означает, что к каждому элементу массива прибавится это число. И на самом деле вот то, что мы здесь видим, вот здесь и вот здесь, это простейший пример того самого бродкастинга. То есть можно было бы думать так, что вот такая операция, она на самом деле эквивалентна вот такой. То есть можно было бы сказать, что у нас вот этот вот массивчик, который состоит из единственного числа 10, он превращается в массив, который имеет такую же форму, как вот этот, то есть просто одномерный массив из трех элементов, просто путем размножения вот этой десятки. Мы его скопировали три раза и сделали массив с таким же шейпом. Вот. И оказывается, что в других ситуациях тоже что-то похожее может срабатывать. Но давайте что-нибудь более сложное рассмотрим. Вот, допустим, у меня теперь есть, пусть у меня есть, допустим, какая-то матрица. Вот такая вот матрица, три столбца, две строчки. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Как вы думаете... Ой, нет, это я не так сделал. Вот так нужно было сделать. Значит, что можно сделать с этой матрицей? Меня сейчас интересует именно не матричная операция, тип матричного умножения, а вот такие вот операции поэлементной. Ну, понятно, что я могу прибавить к этой матрице другую матрицу. Такого же размера. Поэлементной. Например, я могу прибавить число. Да, просто все элементы увеличатся. Ко всем элементам прибавится это число. Что еще можно сделать? Оказывается, что можно еще сделать, например, вот так. Значит, я могу к этой матрице прибавить массив. Из трех элементов. И это будет соответствовать тому, что я к каждой строке этой матрицы прибавил этот массив. Но, в принципе, это как-то довольно звучит довольно логично. Если думать про вот эту вот штуку, про эту матрицу, как про набор из двух трехмерных векторов, то если я прибавляю, ну, как бы, в некотором смысле, вот результат вот такой вот операции, это такое естественное обобщение вот этой истории. Здесь я к каждому числу прибавил число 10, а здесь я к каждому элементу вот этой вот двумерной, вот этой двумерной штуки, то есть к каждой строчке матрицы, прибавил вот это NPA. Прибавил по элементам. Но фактически это вот означает просто, что я к первому столбцу прибавил 10, к второму 20, к третьему 30. Ну, не обязательно прибавлять, можно было бы умножить. Тоже сработает. Правила при этом такие же. Более того, я мог бы вот этот вот массив, я мог бы его записать не так, я мог бы записать его вот так. И результат был бы, опять же, абсолютно таким же. То есть вот это у меня одномерный массив из трех элементов, а здесь у меня получается двумерный массив, то есть тоже матрица, но теперь это матрица, которая состоит из единственной строки. И ее можно прибавить к матрице, которая состоит из нескольких строк, но при условии, что размеры строк совпадают. Вот. То есть оказывается, что это иногда бывает очень полезно, потому что... Ну, представьте себе, что я хочу что-нибудь такое сделать, скажем. Вот у меня есть какая-нибудь матрица M. И, как правило, в приложениях, особенно касающихся анализа данных, как правило, мы думаем про матрицы не как про какие-то там линейные операторы, то, что мы там в линейной алгебре. Как правило, мы думаем про такие таблички, как про какие-то таблички с данными. И в этом случае то, что написано в столбцах, это, как правило, значение каких-то переменных, а по строчкам записаны какие-то наблюдения, какие-то объекты. Допустим, у вас может быть столбец... Допустим, у вас есть какая-то информация про людей, у вас там есть столбец какой-нибудь доход, есть столбец возраст, есть столбец количество детей и так далее. Вот. И, соответственно, в этом случае довольно естественно, что вы делаете какие-то операции со столбцами этой матрицы. То есть, допустим, вы, например, хотите посмотреть, насколько возраст... Правда ли, что у вас есть какие-то люди, у которых возраст больше, чем 20 лет? Для этого вам нужно будет что-то сделать с соответствующим столбцом. Вот бывает такое, что вы хотите что-то сделать со всеми столбцами одновременно, но при этом какие-то разные вещи. Ну, простейший пример – это какое-нибудь нормирование. Собственно говоря, я думаю, что я вам в следующую домашку задам какую-нибудь задачку, где нужно будет отнормировать данные, так, чтобы в каждом столбце, например, среднее было бы нулевым. Вот. Но давайте еще один пример посмотрим. Вот представьте себе, что у меня есть такая задачка, значит, пример чуть-чуть более искусственный. представим себе, что у меня есть… Допустим, я хочу нарисовать прямую, которая задана вектором и точкой. Вот есть такая задачка из линейной алгебры. Пусть у меня есть точка. Какая-нибудь. У меня есть вектор. Значит, я и то, и другое буду сейчас рисовать на плоскости и буду задавать с помощью двумерных Ampere. И дальше я хочу… Допустим, хочу нарисовать прямую, проходящую через точку P и содержащую вектор V. Такая классическая задачка про параметризацию прямой. Ну, то есть это означает, что я хочу на самом деле сделать вот что. Значит, я хочу рассмотреть множество точек, которые устроены так. P плюс T, V, где T пробегают всевозможные вещественные числа. И вот я бы хотел бы теперь научиться вычислять вот такие вот суммы. Опять же, в массовом режиме, но при этом без цикла. Как это можно сделать? Ну, во-первых, можно заготовить какой-то набор значений T. Давайте просто используем для этого линдспейс. Скажем, от минус 4 до 4. Сколько-нибудь точек побольше. Добавим, допустим, 101 точку. Вопрос. Как бы мне теперь получить всевозможные вот такие вот суммы? P плюс T, V. Ну, понятно, что самое важное это получить вот это вот T умножить на V. Но если я просто сделаю вот так, то у меня ничего не получается. Ну, неудивительно, потому что у меня просто получили... Значит, у меня просто здесь два вектора разных размеров. Но как могло бы получиться? Значит, например, если я хочу сделать... Сейчас. Значит, что я хочу сделать? Я хочу всевозможные значения T поумножать на вектор V и создать вектор, который получается из этих результатов умножения. Это уже будет не вектор, это уже будет матрица. Значит, ну, давайте попробуем сделать вот что. Давайте сделаем... Из T давайте сделаем тоже матрицу. Для этого можно использовать метод reshape. Значит, я хочу сделать сейчас из T такой вектор-столбец. Значит, для этого можно сделать... Значит, что такое вектор-столбец? Вектор-столбец – это матрица, у которой есть сколько-то строчек и один столбец. Значит, вот так вот сделали. И теперь давайте я умножу это на V. Смотрите, что теперь произошло. Теперь у меня вот здесь, вот в этом T, у меня есть значит, вектор-столбец, и я его пытаюсь умножить на вектор V, который записан в виде строчки. Как это можно было бы сделать? Можно было бы привести тип вот этого, значит, как их можно было привести к какому-то единому типу? Ну, можно было бы просто из вот этого вектора-столбца, то есть из матрицы, у которой один столбец, сделать матрицу, у которой два столбца, ну, просто одинаковых. Опять же, продублировать то, что здесь написано. И, а с другой стороны, из вектора V, наоборот, сделать матрицу. Тоже размера, значит, где будет много строчек, 101 строчка и 2 столбца. Ну, как это сделать? Опять же, можно просто скопировать этот вектор V, записать его в эту матрицу в виде большого количества идентичных строчек. После этого эти два объекта принимают одинаковую форму, и после этого можно сделать поэлементное произведение. Вот это ровно то, что здесь происходит, когда мы пишем такую операцию. Ну, и, собственно говоря, видно, что то, что получилось, это ровно то, что мы хотели. Теперь можно нарисовать. Давайте как-нибудь я это обозначу. И теперь мне нужно просто нарисовать вот так. Значит, поскольку у меня получились два столбца, поскольку мне нужны отдельные x и отдельные y, то я вытаскиваю первый столбец и передаю его первым аргументом плоту, и вытаскиваю второй столбец и передаю вторым аргументом плоту. Ну, и вот моя линия. Можно нарисовать ту точку, которая у нас здесь есть. Так, пусть она все-таки будет нарисована точкой. Ой, нет, все не работает. Сломалась моя наука. Почему моя точка лежит не на той прямой? А у вас точка 1 и 2 же вроде нет. Точка, точка, точка. А, да, правильно, потому что я забыл ее прибавить. Вот. Теперь лежит. Да, я сделал t умножить на v. Вот смотрите, значит, у меня сейчас есть t умножить на v. t, это, опять же, array, у которых есть, как бы, он состоит из большого количества точек. И теперь я прибавляю к этому array нашу точку p. Опять же, это одна точка, она дублируется в большом количестве экземпляров для того, чтобы их можно было бы сложить по элементу. То есть к каждому из значений здесь я прибавляю значения здесь. Ну и давайте еще вектор нарисуем тоже. Значит, чтобы нарисовать этот вектор, мне нужно... Делать какую-то вот такую вещь. Ну вот он, этот вектор v. Давайте я сделаю пожирнее его, чтобы было видно. Вот он, вектор. Вот она, точка. И вот она прямая проходит через эту точку и этот вектор. Вот. Ну вот догадаться до вот такой вот штуки, в общем, довольно нетривиально, если не понимать, как работает этот сам бродкастинг. Давайте я попробую объяснить общий принцип, как этот алгоритм работает. Какие именно массивы, к каким могут быть приведены, какие преобразования являются допустимыми. Значит, вот как я уже говорил, у каждого numpaевского объекта есть shape. Shape – это кортеж, который содержит информацию о том, сколько у вас... значит, для одномерного объекта, это сколько у вас... сколько элементов в этом массиве. И это будет кортеж, который состоит из единственного элемента. В данном случае я говорю, что у меня, скажем, четыре элемента в массиве. если я беру, наоборот, какую-то матрицу, у нее shape – это кортеж, число строчек, число столбцов. Значит, первый элемент shape – это всегда как бы то... Но вот если мы рассматриваем вот этот вот объект как список списков, то у него есть сколько это элементов. Вот первый элемент shape – это то, сколько элементов в этом списке списков. Ну, то есть просто количество строчек в матрице, если думать про это, как про матрицу. Второй элемент – это, наоборот, количество списков... количество элементов в одном списке. Кстати, интересно, если вот такую штуку сделать, что мне скажут? Ну да, понятно. Вот так вот он создал список, который состоит из объектов, и он его не воспринимает как двумерный объект. Ну и правильно. Вот. Теперь смотрите. Если у меня есть... Значит, если у меня есть два... Какие-нибудь два Nupai-вских массива, они могут быть... Либо могут быть broadcasted вместе, либо не могут быть. Значит, если они могут быть broadcasted вместе, то разрешено... Как бы это означает, что их можно превратить в объект одного и того же шейпа с помощью следующих операций. Значит, мы можем, во-первых, как бы добавлять... добавлять... Значит, добавлять новые измерения. Ну вот, например, у меня есть вектор. Эта штука одномерная. Но я могу добавить к нему вот у такой штуки shape3, но я могу превратить его в вектор-строчку. Вот так. И это означает, что я просто в shape слева приписываю единицу. И вот такая операция разрешенная. Вторая разрешенная операция – это я могу, например, вот такую штуку превратить в... Вот такую штуку я могу, например, превратить вот в такую штуку. Я могу скопировать объект несколько раз. Например, четыре раза. Вообще, сколько хочу, раз столько и скопирую. То есть, иными словами, я могу заменить вот эту единичку на любое число. Причем это можно делать не обязательно со строчками. Например, если у меня был изначально вот такой объект, скажем, вектор-столбец 1, 2, 3. У него shape, наоборот, 3, 1. То вот эту единичку я тоже могу на что-нибудь другое заменить. Это будет соответствовать тому, что я просто скопирую столбцы несколько раз. Например, вот так. Значит, вот такие вот операции разрешены. И если серии таких операций я могу превратить два объекта в объект одного и того же размера, то тогда, соответственно, эти объекты называются, что их можно broadcast together, и тогда всякие поэлементные операции с ними разрешены. Если нельзя, то нет. Но, собственно говоря, как определить, что два объекта могут быть приведены к одному и тому же с помощью таких операций? Значит, должно выполняться следующее, что если мы напишем два shape и выровняем их по правому краю, то обязательно должно выполняться следующее. Либо эти shape... Ну вот представьте себе, что я, например... Давайте посмотрим на вот этот пример. Скажем, вот у меня есть объект, у которого shape3, и у меня есть объект, у которого... Давайте вот... Сейчас. Давайте, может быть, вот этот вот пример разберем. Он менее тривиальный. Давайте посмотрим, какие у нас есть здесь шейпы у наших объектов. Значит, у P shape2, у вот такого преобразованного T. Shape1.1.1. И у V shape2. Значит, давайте разберемся вот с V и вот этим вот... с вот такой вот T. Значит, если я запишу эти два shape, выровнявая их по правому краю, то у меня получается вот такая вещь. Значит, здесь 101.100, а здесь двойка. Значит, как увидеть, что эти два типа, они могут быть приведены к одному и тому же. В тех местах, где происходит различие, либо... Ну вот, либо как вот здесь, одно число есть, а тут его вообще нет. Да, тогда мы можем просто сюда приписать единицу. С помощью вот той операции, которая просто добавляет добавляет новую ось, просто, допустим, заменяя вектор размера 2 на вектор строчку с одной строкой. Либо как вот здесь. Если различие... Значит, если оба числа есть, то тогда одно из них должно быть единицей. Потому что если оно единица, как, например, здесь, то тогда мы можем эту единицу заменить на любое другое число, опять же, просто скопировав нужное количество раз, ну, в данном случае копируя... Чего там у нас здесь будет? Значит, мы копируем строчку... Сейчас, нет. Здесь вторая переменная, это столбец. Значит, мы копируем столбец нужное количество раз, в данном случае два. Вот. Вот если бы здесь была бы не единица, а двойка, то тоже сработало бы. Тогда и копировать ничего не нужно. А если бы здесь, например, была бы тройка, то тогда бы уже не сработало. Непонятно было бы, чего мы хотим сделать. Вот. То есть, значит, должно быть либо совпадение чисел, либо, если совпадение не происходит, то одно из них либо должно отсутствовать, либо одно из них должно быть единицей. Тогда два объекта являются broadcastable. Значит, опять же, можно посмотреть на вот эту вот P. P тоже можно привести к тому же типу, потому что у P просто просто двойка в конце, и это то же самое, что вот эта V. Она даже приводится к тому же типу. Вот. Не знаю, насколько понятно, я все это объяснил. Ну, это такой... Какой смысл у параметров в reshape? Вот здесь? Ну, конкретно минус один просто. Минус один означает, что Python должен сам понять, чего здесь написать. То есть, я говорю, что я хочу, чтобы результирующий shape, вот shape результирующего объекта был бы обязательно с единичкой вот здесь. А чего написать вот сюда, вот на первое место, он пусть сам решает. Но на самом деле он однозначно понимает, что здесь должно быть написано, просто потому что мы знаем, что у нас в T элементов 101, и поэтому никак по-другому ничего не сделаешь. Вот. То есть, это просто способ сделать... То есть, reshape минус один один это просто способ сделать вектор столбец. Например, reshape один минус один это способ сделать вектор строку. Ну, на самом деле, то, что я сейчас объяснил, оно выглядит довольно страшненько, но это потому, что на самом деле это довольно общая штука, потому что в NumPy можно создавать объекты более сложные, чем матрицы. Можно создавать... допустим, трехмерные какие-нибудь объекты. Скажем, я сейчас создам штуку, которая является таким вот кубиком. Значит, это как бы список матриц. Значит, тут получился NP-Array с шейпом 2, 2, 3. То есть, у нас есть два... две штуки, каждая из которых является матрицей 2 на 3. Вот она, это матрица, вот одна матрица, вот другая матрица. Если бы я еще бы одну бы нарисовал бы, то у меня получился бы шейп. Три, два, три. Вот. И это довольно часто бывает полезно, потому что иногда, особенно если вы когда-нибудь будете заниматься дип-ленингом, вот там вот это вот играет во всей красе, потому что ну вот что такое какой-нибудь типичный объект, с которым вы работаете. это может быть, например, картинка. А что такое картинка? Картинка, это на самом деле, когда у вас есть как раз вот такая вот трехмерная штука. Потому что, если это цветная картинка, то у вас есть пиксели, у пикселя, значит, если была просто черно-белая картинка, то она бы кодировалась бы как просто матрица. у каждого пикселя остался бы соответствующий элемент этой матрицы. Если у вас цветная картинка, то это означает, что каждому пикселю соответствуют три числа. И их приходится кодировать каким-то вот таким вот образом. А теперь представьте себе, что у вас, допустим, какая-нибудь картинка, которая к тому же еще и движется. Тогда у вас добавляется еще одно измерение время. И теперь представьте себе, что вам нужно обработать не одну картинку, а вы хотите обработать сразу 100 картинок движущихся. Тогда вам нужно положить эти 100 движущихся картинок в одну еще большую структуру данных. Она будет уже пятимерная. А теперь вы хотите, в идеале, вы хотите, чтобы весь ваш код не снижал бы никаких циклов. То есть вы хотите делать какие-то операции вот над этими пятимерными структурами. Допустим, вы хотите как-то наложить какой-нибудь фильтр. Вы хотите, чтобы все операции, они вот как-то с вот этими структурами работали бы автоматически, без явных циклов. И вот там приходится, конечно, очень хорошо разбираться в таких вещах типа бродкастинга и разных других операциях, в NumPay есть. Но это если вы когда-нибудь диплёнингом будете заниматься, вам пригодится. Вот. Ну, для наших целей тоже иногда бывает полезно, но вот как бы задачка типа вот такой вот, как видите, она тоже требует какого-то такого применения знания про бродкастинг. Вот. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы по этой части? Как понять, что Python поймёт то, что мы от него хотим? Когда мы умножаем t-reshape минус 1-1 на вектор v. Ну, вот тут нужно понять, как бы, на самом деле, интерпретация совершенно однозначная. Вот, если вы говорите сделать вот такую штуку, то нет никакого другого осмысленного способа это сделать, кроме того, каким это делает Python. Потому что... Ну, давайте ещё раз посмотрим. Значит, у нас есть штука с шейпом 101-1, то есть матрица, у которой 101 строчка, 1 столбец. И у нас есть штука с шейпом 2, то есть просто вектор размера 2. Значит, нет никакого способа привести эти два объекта к одному и тому же, кроме как вот этот объект превратить в матрицу. Понятно, что в конечном итоге мы хотим как минимум матрицу иметь, потому что у нас вот эта штука уже матрица, как минимум двумерный объект. Значит, нам нужно в первую очередь V превратить в двумерный объект. Значит, единственный способ, как мы можем это сделать, это мы умеем приписывать единички слева, сколько угодно единичек слева. Это соответствует тому, что мы просто из вектора делаем вектор строку или там дальше можно, значит, мы получаем, в общем, короче говоря, единички слева, можно приписывать сколько угодно. Это всё равно, что вот приписывать вот так вот. Вот у нас была вот такая штука, у него был shape2. Я могу добавить квадратные скобки будет shape12, могу добавить квадратные скобки еще раз будет 1112 и так далее. Единички слева мы умеем приписывать. Поэтому первое, что нужно сделать, это приписать слева единичку. Вот сюда. А после этого, опять же, всё однозначно. У нас здесь происходит такая вещь. У нас здесь матрица, вот после того, как мы эту единичку приписали, у нас теперь получается вот какая-то такая штука. и у нас теперь есть два shape 101.1 и 1.2 и они приводятся друг к другу, вот этот приводится, ну точнее, не к друг другу, а к некоторому общему знаменателю. Общий знаменатель это как раз матрица 101,2, потому что вот эту единичку можно умножать на сколько угодно путем копирования столбцов, а вот эту единичку можно умножать тоже на что угодно путем копирования строчек. Вот и получается, что никакого другого варианта тут нет. Нужно понимать, что нам разрешены ровно вот две операции. Приписывание дополнительных квадратных скобок и замена единички на что угодно другое путем просто копирования либо строчек, либо столбцов в нужном количестве. Вот. Хорошо. Ну что, поехали дальше. Значит, вторая штука, которую я хотел вам показать, это еще немножко поговорить про математику в NumPy. Мы в прошлый раз обсуждали генерирование случайных чисел и какие-то символные штуки. Давайте. Да, и был вопрос, кажется, был вопрос про решение уравнений. давайте я покажу еще что-нибудь из допустим, вот отсюда. Значит, есть библиотека SciPy, в которой есть всякие разные алгоритмы вычислительной математики. И давайте мы я думаю, что нам пригодится Optimize и нам пригодится что еще тут бывает хорошего. Давайте попробуем решить какое-нибудь уравнение. Давайте дайте какое-нибудь уравнение, про которое мы знаем, как оно решается. Допустим, что-нибудь давайте кубическое. Давайте такое. И я хочу найти корень значит, это штука, которая численно находит корни уравнения. Численное нахождение корней, оно, как правило, основано на какой-нибудь итеративной процедуре. То есть у вас есть какое-то стартовое значение точки, и дальше эта штука строит некоторую последовательность приближений, которые должны стремиться к корню этой функции. Давайте посмотрим, как это будет работать. Например, можно давайте какую-нибудь картиночку порисуем. Значит, я сейчас хочу еще добавить немножко интерактивности. мне для этого нужна библиотека IP Widgets. Какая-то штука называется там. Interactive. Interact. Значит, давайте сделаем что-нибудь веселенькое. давайте я буду сейчас выбирать стартовую точку и посмотрим, какие корни у меня будут получаться. Ну и допустим, я хочу нарисовать картинку. скажем. Значит, как-то так это должно быть. не работает. Почему не работает? Must be string or a real number. Да, понятно. Значит, та штука, которая нам возвращает вот эта функция root, она не является числом, а число из нее еще надо вытащить. Давайте посмотрим, как его вытащить. точка x нам нужна. Хорошо. Так, еще горизонтальную прямую проведем. Еще такая горизонтальная прямая, это пусть будет от минус 2 до 2, 0, 0. Так, вот мы нашли корень, и этот корень у нас сейчас нулевой. Давайте подвигаем начальные условия. Значит, я использую сейчас штуку, с помощью которой можно делать, смотреть на, как бы, выбирать значение параметров для функции с помощью просто так визуально. Сейчас покажу. допустим. Вот я сейчас двигаю вот этот бегунок, и у меня меняется мое начальное значение. И видно, что в зависимости от начального значения я, в принципе, могу получать разные корни. Причем иногда как-то довольно неожиданно. А что происходит вообще мы как уравнение решаем? То есть x куб минус x равно 0? 0, да. Значит, мы ищем корень функции, то есть просто приравниваем функцию к 0 и ищем корень такого уравнения. если мы каждый раз приравниваем к 0, мы же получаем одни и те же корни. Но конкретный корень, конкретный корень, как бы вот этот вот функция, она возвращает конкретный корень. А вот какой из трех, это уже зависит от начального условия. Ну, начальное условие, что показывает? Ну, там используется какая-то итеративная процедура. Ну, простейший пример, процедура, которая ищет корень, такой. Давайте я покажу. То есть это, грубо говоря, точка, с которой мы начинаем брать, например, и делить какой-нибудь отрезок по Y. Ну, мы, скорее всего, не делим отрезок по Y, потому что у нас отрезка нет. Если бы это была бисекция, то нас бы попросили задать стартовый отрезок. Давайте я покажу алгоритм, который здесь может быть используется. есть алгоритм Ньютона, который устроен так. Берем функцию, берем произвольную точку, проводим в этой точке касательно до точки пересечения с горизонтальной осью. Берем эту точку и объявляем ее новой. Значит, вот это была точка X0, вот эта точка будет X1. В точке X1 опять берем значение функции, опять проводим касательно и так далее. Такой довольно симпатичный метод хорошо сходится и простой. Реализовать Initial Value это X0 просто. Да, Initial Value это X0. Да, совершенно верно. Вот. Могут быть более хитро устроенные методы, но вот, по крайней мере, пример того, как это работает. То есть, когда вы численно находите решение, плюс состоит в том, что вы, наверное, что-нибудь найдете, минус состоит в том, что непонятно, что вы найдете. Значит, если у вас корней несколько, то не всегда понятно, к какому именно корню сойдется ваше решение. Ну, понятно, что если вы выберете начальное условие поближе к какому-то корню, вот, например, если у меня начальное условие близко к нулю, то у меня и процедура сходится к нулю. А если эта штука где-нибудь подальше от нуля, то она сходится к ближайшему корню. Но не гарантированно, что прям ровно к ближайшему. Не знаю, к какому. По крайней мере, если вы выберете корень достаточно близко к корню, то сойдется оно, скорее всего, к этому корню. Метод гибридный. Тут есть, можно почитать, какие именно здесь есть методы. Но, в общем, их там много. Это отдельно, на самом деле, большая наука вообще про разные это какой-то power-hybrid метод. Никогда не разбирался подробно с тем, как именно эти методы работают, но при необходимости можно посмотреть. Вот. Кстати, можно сделать что-нибудь повеселее. Давайте добавим еще какой-нибудь параметр в нашу функцию. Давайте вот этот вот давайте еще здесь добавим а. Кажется, экран не видно. А, точно, я. Давайте добавим еще параметр а в нашу функцию. Так, здесь у этого root есть? arcs? Да, есть. давайте сделаем вот так. Значит, вот можно теперь можно менять параметры и смотреть, как двигается соответствующий корень. А параметры это параметры чего? Ну, вот сейчас я добавил в мою функцию, видите, у меня теперь функция зависит не только от x, а еще от параметра а, который вот сюда добавился. Вот. И вот здесь я написал, что мне нужно добавить дополнительный бегунок, а у меня сейчас тоже меняется от минус трех до трех, но с помощью бегунка. И здесь внутри функции find root я этот самый а использую вот здесь, значит, у функции root, которая ищет корень, у нее есть опциональный аргумент args, которая позволяет передавать той функции, которую вы вызываете, дополнительные параметры, то есть она ее оптимизирует, ну, не оптимизирует, а ищет корень по первой переменной, но дополнительно вы можете ей передать какие-то параметры. Ну, естественно, я это делаю. Здесь args обязательно является кортежем, поэтому для того, чтобы создать одноэлементный кортеж, я вот так написал запятая и эта торчащая запятая показывает, что у меня именно кортеж. можно сделать что-нибудь повеселее, давайте искать корень параболы. Значит, вот если если у меня корня на самом деле нет, видно, что все равно какое-то значение возвращается. Когда корень есть, возвращается правильное значение, возвращается какой-то корень. Когда корня нет, все равно ответ какой-то есть. Но просто если посмотреть, что в этом случае возвращает функцию root, увидеть, допустим, у меня равняется минус единице. Вот он сообщает, что он на самом деле не нашел корень success false. И такое тоже бывает. То есть, когда вы используете численные методы, в общем, они могут в какой-то ситуации просто не сходиться. Это может означать, либо что интересующего вас объекта вообще нету, либо что функция ведет себя как-то настолько плохо, что соответствующий метод перестает работать. вот. Ну, давайте посмотрим еще не только сейчас, значит, у нас может еще быть интересна вот какая штука, которая называется fmin. Это штука, которая не корень ищет, а минимизирует функцию. Но работает примерно так же. Давайте сюда какую-нибудь допустим, тоже кубическую парамулу задать. И, допустим, я минимизирую, начинаю от 0,1. Ну, вот, пожалуйста, значит, нам нашли минимум вот такой. Ну, можно проверить, похоже ли это на правду. Давайте я переделаю эту функцию. Минимум возвращает значение f или x? x. Я думаю, что x, хотя я могу ошибаться, но мне кажется, что должно его звучать x. simplex алгоритм без производных. Ну, да, x. Ну, если попросить, может, может и значение функции вернуть. Давайте, ну, хорошо, пусть возвращает значение. что-то он такое мне выдал. Это, видимо, он выдал весь протокол того, как он искал. Не, не хочу. Что-то такое full output. Вот, вот, теперь он возвращает значение, похоже. Что-то 18-36, я не знаю. Ну, давайте попробуем так, давайте вернем нам функцию, чтобы она была бы x куб минус x. И что я хочу теперь? Вместо root я теперь хочу fmin. Давайте сделаем full output равняется true. Значит, она, видимо, возвращает штука. Мне нужна вот такая вот теперь штука. Нужно. Так, это у нас ничего не получилось. Почему у нас ничего не получилось? Почему-то она ничего не нарисовала. А, 1, E79? Так, ничего не понимаю. Наверное, потому что xmin и x и ymin стали какими-то странными. Давайте сделаем. Ну, вот, пожалуйста, когда у меня появился минимум, она его стала находить. Ой, или не находить. А, что происходит? Ну, да, видно, что вроде находит минимум. вот он где-то здесь и достигается. Вот, но при этом, если начальное значение окажется где-то не там, то есть риск того, что она перестанет его находить нормально. Вот, видите, если я слишком далеко начальное значение перекидываю от старта, от той точки, где минимум есть, она начинает его не находит. Я думаю, это потому, что она пытается, ну, как бы, поскольку эта штука не понимает, как функция устроена, поскольку она не изучала Матан, то она действует, скорее всего, просто каким-то методом спуска, то есть она смотрит, что вот в окрестносте вот этой точки функция вот в эту сторону уменьшается, ну, и она дальше туда идет, и вот идет, 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 либо до тех пор, пока не найдет минимум, либо до какого-то момента, пока она не скажет, что ничего у нее не получается. Вот. Ну, я не считал, как конкретно этот алгоритм реализован. Вот. Ну, вот, пожалуйста, по крайней мере, еще один пример того, как можно с помощью numpy оптимизировать функции. Ну, и понятно, что то, что я сейчас показываю, эти примеры, это примеры функций одной переменной, но точно так же можно оптимизировать функции нескольких переменных. То есть, здесь x может быть не числом, а npray, и у вас функция может зависеть от этого npray, и, соответственно, дальше вы будете делать оптимизацию уже по нескольким переменным. Вот. Ну, как обычно, минус всех численных методов состоит в том, что вы, ну, как бы, вы можете получить решение конкретного, конкретной задачи, но при этом вы не видите все картинки, вы не понимаете, как на самом деле все работает. Конкретный ответ вы получите, скорее всего, если приложите к этому достаточно усилий, потому что численные методы тоже не всегда устойчиво работают, и тут можно будет, может быть, надо будет повозиться. вот, но что будет происходить, если вы поменяете параметры, ваша функция как-то поменяется и так далее, в общем, тут полезно иметь какое-то теоретическое представление о том, как все работает. вот. Но давайте еще одну штуку покажу, давайте порисуем каких-нибудь графиков функционерских переменных, и мне для этого нужна будет библиотека дополнительная. Давайте я покажу, как ее можно поставить. Значит, можно просто вот так сделать. В Юпитере начать с процентика, написать процент, pip install и дальше название библиотеки. Я сейчас устанавливаю библиотеку, которая называется plotly. Она хороша тем, что с помощью нее можно рисовать трехмерные картинки довольно несложно. сейчас она поставится. так, ну и давайте попробуем. Как называется graph objects вот так я сделаю. Значит, это я из модуля plotly импортиру некоторый подмодуль, который называется graph objects. И давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Я начну с какой-нибудь двумерной штуки, просто чтобы проверить, что у меня все работает. Ну да, вроде работает. Значит, plotly позволяет делать такие интерактивные картинки, то есть, например, я могу посмотреть на конкретную точку, у меня есть, если я подвожу курсор к точке, то мне показывают, в данном случае координаты, но в принципе можно сделать так, чтобы показывалось чего угодно. Я могу эту картинку как-то масштабировать, например, могу вот так увеличить. Могу ее как-то двигать. Ну, в общем, некоторые такие элементы интерактивности тут есть. Вот, но мне эта библиотека нравится в первую очередь тем, что это более-менее единственный способ, как можно в питоне легко рисовать интерактивные трехмерные картинки. Давайте я сейчас покажу, как это делается. Тут, на самом деле, немножко нетривиально. Давайте смотреть. Сейчас, я вам, кажется, еще не показывал MerchGrid. Да, скорее всего, не показывал. Я просто точно помню, что недавно показывал, но, кажется, не на этом курсе, а на дифференциальных поравнениях. давайте покажу. Значит, вот смотрите, допустим, что я хочу построить график функции, ну, какой-нибудь, скажем, х в квадрате плюс у вот такой функции. Что это означает? Значит, вот у меня есть функция вот такая, х квадрат плюс у. Значит, если я хочу построить график этой функции, то это означает, что я для... Вот если бы, когда у меня была функция одной переменной, то я просто создавал переменную, создавал массив всевозможных значений х, ну, там, которые просто расположены напрямую как-то с каким-то шагом. И дальше подставлял все эти значения в формулу, и у меня вычислялись значения у. Если у меня есть функции двух переменных, то тут проблема в том, что для того, чтобы построить график, мне нужно вычислить значения этой функции в разнообразных парах х и у. И для того, чтобы это сделать, в NumPy есть специальная штука, которая называется meshgrid. Она довольно замысловато работает. Давайте я покажу. Специально делаю маленькие числа. Вот я сделал две переменные х и у. Это просто обычные одномерные массивы с помощью Lenspace. Теперь я хочу как-то вычислить значение вот этой функции х квадрат плюс у на всевозможных парах х вот отсюда и у вот отсюда. Давайте я сделаю такую штуку. Значит, вот эта функция meshgrid она принимает на вход два одномерных массива и делает из них две матрицы. Давайте посмотрим на матрицу XX, которую она первая возвращает. Значит, это что такое? Это мы взяли вот этот вектор X и его повторили в виде вектор-строчки столько раз, чтобы столько раз, сколько элементов в векторе Y. То есть у меня в векторе Y пять элементов, у меня здесь получилось пять строчек. Все эти пять строчек совпадают с вектором X. И в случае с Y происходит все то же самое, только наоборот. Значит, у меня Y записан по столбцу и он повторен столько раз, сколько элементов в векторе X. То есть смотрите, теперь если я смотрю на например ижитое место в матрице X, то там находится просто житый элемент исходного вектора X. Если я смотрю на ижитое элемент в матрице Y, то там находится итый элемент исходного Y. И таким образом, если я буду делать теперь поэлементные операции с этими двумя матрицами, то это будут операции, которые происходят со всевозможными парами X и Y. То есть если я например напишу X квадрат плюс Y, то что произойдет? Во-первых, все вот эти X возведутся в квадрат, а дальше ну вот например, если я иду скажем по строчке вот этой матрицы, которая у меня в результате получилась. Что здесь происходит? Я вычисляю значение моей функции F в разнообразных X при фиксированном Y, при Y равном минус 2. На второй строчке происходит то же самое, только теперь Y равен минус 1. И так далее. то есть вот в этой матрице оказываются вычислены значения функции X квадрат плюс Y для всевозможных пар X и Y. так. Понятно, как это работает? Надо сказать, я довольно долго, не то, чтобы я не мог понять, как это работает, но это все казалось мне каким-то довольно загадочным способом решать эту проблему. Но он на самом деле работает. ну и давайте теперь нарисую какую-нибудь картинку. Ну, давайте, собственно говоря, вот это X квадрат плюс Y нарисуем, посмотрим, как он выглядит. Значит, мне нужно тогда Surface. Значит, в этот Surface я должен передать три переменные. X, Y и Z. Значит, X и Y будут мои матрицы, а Z будет результат выполнения вот этого выражения. Ну и давайте посмотрим, как это все сработает. вот. Ну, хорошо, у меня сейчас было маловато иксов и игреков, поэтому картинка получилась такая немножко угловатая. Давайте увеличим количество данных в иксах и игреках. Вот, ну вот видно, что получается такой желоб, который поднимается, потому что вот это вот плюс игрек, то есть при увеличении игрека у нас, собственно говоря, если повернуть, вот в эту сторону игрек увеличивается, вот в эту вот уменьшается. При фиксированном игреке у нас нарисована парабола, и в зависимости от того, где мы находимся, по игреку у нас эта парабола сдвигается вверх или вниз. Ну, можно что-нибудь другое нарисовать. Вот, например, пробалует. Такая чашка, которая во все стороны растет. Или давайте что-нибудь симпатичное нарисуем. Давайте побольше сделаем. Пошел еще побольше. Какая-то вот такая вот штука волнистая получается. Ну ладно, может быть, слишком много. Смотрите. Вот, в общем, короче говоря, можно таким образом рисовать трехмерные картинки. Если вы не хотите не трехмерную картинку, а если вы хотите, например, какой-нибудь, если вам нужен график функций нескольких переменных, но вы не хотите его рисовать как трехмерный, то можно, например, нарисовать линии уровня. Это можно сделать без Plotly. И есть в Matplotlib есть функция, которая называется контур, с помощью которой можно, например, нарисовать линию уровня. На линии уровня такой функции не очень интересно рисовать. Давайте что-нибудь... Ну, хорошо, давайте начнем с чего-то простого. Давайте сделаем круги круглыми. Вот. Значит, Plotly Contour – это штука, которая рисует линии уровня. Можно сказать, какого именно уровня. Допустим, я хочу... Не обязательно равномерно они должны быть. Что-нибудь в таком роде. Вот. Можно сделать... Какую-нибудь вот такую картинку. Вот здесь разные... Сейчас вот так сделаю. Здесь просто разный уровень обозначается разными цветами. Можно добавить расшифровку. Вот. Вот, соответственно, такой способ рисовать трехмерные картинки. Я не рисую их трехмерными. Давайте что-нибудь повеселее сделаем. Допустим, x, y в кубе возведем. О. Ладно. Значит, синус какой-нибудь напишу. Хорошо, это было слишком. Так, что-то у меня... Честное слово, я не хотел, но у меня получился фазовый портрет математического маятника. Я не специально. Ну, в общем, на самом деле можно всяко разные математические штуки считать и визуализировать в питоне. То есть питон в этом смысле сейчас дает все возможности. Почти наверняка вам не нужен MATLAB или не нужно еще что-нибудь такое специальное. Практически все, что вам может пригодиться, оно и в питоне есть. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хотите еще чего-нибудь посчитать? Еще какую-нибудь математическую задачку решить? Хорошо. Ну, ладно. Тогда на сегодня, наверное, все. В следующий раз поговорим про... А, сейчас. Завтра у нас нет занятий. Ужасно. Я забыл, потому что у нас нет занятий завтра. Ну, ладно. Тогда до встречи через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...